Мне кажется, тебе надо дать кликуху Эминю. In the mix. In the mix. Чем старше мы становимся, тем у нас больше хочется какого-то азарта, какого-то адреналина. Все это суммарно с установленными даунпайпами без катализаторов, с модифицированной системой воздух-воздух, с установкой системы впрыска водометанова. Она также 4.0 Biturma. Ее мотор и ее коробка являются близкими родственниками автомобилей ERA серии, о которых мы рассказывали чуть... А ERA еще... Сука, дятел. Всем привет! С вами снова Дорога на Анлим. Для тех, кто не видел прошлые выпуски, мы ездим в гости в различные тюник-ателье и спрашиваем у них, как они готовятся к Анлиму, какие проекты они подготавливают к выступлению 1-2 июня 2019 года. Но прежде чем мы начнем обсуждать автомобили сегодня, в первом выпуске мы были в гостях у ГТТ Гоши Турботех, и у нас был конкурс. Так вот, победителем этого конкурса стал вот этот человек. Поздравляю, мы с вами свяжемся. Сегодня мы в гостях у Seven Force. С нами Сергей и Кирилл. Привет, ребят. Здорово. Спасибо, что приехали. Да, спасибо, что позвали. Рассказывайте, про каких монстров вы готовите к предстоящему Анлиму. Слушай, на самом деле история здесь такая достаточно обширная и большая. Ведь чем отличается мальчик от мужчин? Как говорят, ценой игрушек. И действительно, это частично правда. Чем старше мы становимся, тем у нас больше хочется какого-то азарта, какого-то адреналина. Если в детстве мы играли на PlayStation, в игрушки, в машинке, катали их попу, то сейчас игрушки выросли, и они стали вот такими вот. И внутри каждого мужчины живет определенный азарт, адреналин, жажда соперничества. Поэтому, наверное, это всех нас и объединяет. Сегодня мы оказались здесь, у нас в стенах Seven Force, для того, чтобы рассказать и показать некоторые наши проекты и рассказать о них чуть-чуть подробнее. Поехали, начнем. Давайте начнем с этой Audi R6. Мы живем, наверное, в ту эпоху, когда, по большому счету, большие седаны или универсалы уже способны составить конкуренцию таким суперкарам, как Lamborghini и Ferrari. И ни для кого это не секрет, что огромный автомобиль массой в районе двух тонн может ехать быстрее. В данном случае мы видим Audi R6 в версии Performance, которая изначально завода была 605 лошадиных сил и 700 ньютонов крутящего момента, переделана специалистами компании Seven Force, аж до стейч 3. Под капотом установлены здоровенные турбины, которые в состоянии надуть 2,3 бара абсолютно без проблем. Все это суммарно с установленными даунпайпами без катализаторов, с модифицированной системой воздух-воздух, с установкой системы впрыска водометанова и прочими доработками, в том числе настройки коробки и мотора, позволяет получить в боевом режиме мощность до 1050 лошадиных сил. А это, в свою очередь, позволяет ехать этому автомобилю от 100 до 200 км в час за 4,3 секунды. Поэтому в этом сезоне мы планируем, что этот автомобиль будет уверенно выезжать из 10 секунд на квотер. Ну, если бог даст, то получим результат 9,7, может быть, 9,6. Сколько? 9,6? Очень хотелось бы верить, что если все получится по плану, то эта машина сможет показать на квотере 9,6-9,7. 9,6 на квотере, задумайтесь. То есть это как бы, чтобы вы понимали, GTR столько и едет 11,2. А Vintador, если он 10,6 проедет, это у него очень хороший результат. Здесь огромный диверсал, который весит больше двух тонн, едет 9,6. Нет, в теории мы рассчитываем получить 9,6-9,7. Если звезды на небе сложатся и наши задумки реализуются, то это будет для нас отличным подарком. Слушай, я не могу не спросить, откуда название Seven Force? У меня просто сразу аналогия с какими-то, я не знаю, Power Ranger, Seven Force, тоже 7,8. На самом деле, это вопрос мы адресуем еще Кириллу, хозяину компании. Но вообще, мне кажется, это очень прикольное название, и каждый для него может трактовать. Ну, например, Чипани, свою машину на плюс 7 сил. 7 сил, да? Шутка. Ладно, пошли дальше, пойдем к следующему проекту. Пойдем дальше, следующий автомобиль. Итак, Серегу мы ненадолго выгнали из кадра, и к нам присоединяется Кирилл. Ты можешь нам рассказать про этот проект? Я сразу вижу, что если там машина рестайлинг, да, то здесь фары до рестайл. Но я уверен, что машина от этого медленнее не стала, правильно? Ну, это автомобиль, наверное, многие уже знают. Я выступал на нем в прошлом сезоне. Это Audi RS6, до рестайл, 560 лошадей в стоке. В прошлом году на ней был реализован Stage 2+. Этот автомобиль был на стоковых турбинах, на нем я выиграл чемпионат России в классе FSL, выиграл Unlim в классе Sport Cars AVD, автомобили со стоковыми турбинами, и чемпионат Московской области в самом мощном классе, класс US. Автомобиль показал результат 10,1 секунды, что на тот момент было самым лучшим результатом для RS6 на стоковых турбинах. 0,100 лучший результат 2,65, 100,200 лучший результат 5,75. В этом году, соответственно, мы пошли немного дальше. Ну, потому что интересно, хочется продолжать развиваться. Азарт. И здесь, но и азарт в том числе, конечно, куда без этого. Все мы азартные люди, иначе мы бы здесь не стояли. На данный момент здесь реализован Stage 3. Он принципиально отличается от того Stage 3, про который ты говорил с Сережей до этого, потому что здесь стоят гибридные турбины. Это чуть более легкое в какой-то степени решение, потому что оно ставится, условно, болт-он. Я могу немного подробнее рассказать, что здесь реализовано. Здесь стоят гибридные турбины, коллектора в термообработке. Ну, понятно, стоит впуск, стоит полная выхлопная трасса, стоят blow-off клапана, стоит, соответственно, дроссель другой. Ну, вот, собственно, это, наверное, основное. А, ну, воздушное охлаждение, так же, как и на предыдущей RS6, полностью замененное, стоят модифицированная топливная система, то есть там два насоса в баке, соединенные одним контуром. Ну, и прошивка двигателей и коробки от нашей компании. Такой вопрос. А вот ты говоришь как раз, хорошо, что ты упомянул, двигатели и коробка, они все выдерживают? То есть не надо ничего усилять при таких доработках? Двигатели и коробка выдерживают, если немножко с этим не баловаться. Вот, если, как бы, не идти на какие-то крайние меры и не пробовать, там, сделать суперрезультаты, то двигатели и коробка, что 1000, что 1100 сил и там 1200-1300 момента вполне переваривают и все с этим не баловаться. То есть, еще раз повтори, пожалуйста, на пиковых значениях вот эта RS6, она сколько должна выдавать сил где-то? На пиковых значениях, я думаю, мы здесь получим порядка 950 лошадиных сил. 950 сил. А синяя RS? А синяя 1050 где-то в этом. То есть разница здесь порядка 100 сил и около секунды в динамике 100-200. 1050 сил выдерживает коробка. 1050 сил выдерживает коробка и под 1300 момента она тоже будет выдерживать. По-другому не Гайс говорит, просто ваговцы, конечно, молодцы. То есть ты представляешь, сколько лет прошло с выпуска этого автомобиля. Он с 12-го года, по-моему, выпускается. И вот только-только-только такие решения, действительно, которые едут на дороге, начинают появляться. Пойдем к следующему автомобилю. Да, конечно, дальше автомобили не менее интересные, поэтому мы по очереди. Серега, давай. Три-четыре. Кирюх, ты как-то изменился? Ладно, я все-таки продолжаю шутки за 300. Спортзал, правильное питание. Серега, расскажи про эту М5. Я недавно участвовал, скажем так, в заезде. Да, против нее. Против нее. Это был как раз Stage 2 Nismo, который вы видели в прошлом видео, скорее всего, она уже вышла от Darwin Performance. Там, конечно, немножко буксовало сцепление, но факт остается фактом. Седан М5 оказалась быстрее Nissan GTR Nismo, у которого даже турбины другие изначально у машины. Что это за зверь? Расскажи, пожалуйста. Слушай, технологии не стоят на месте, и М5 F90 отличное тому подтверждение, да? То есть бизнес-седан, который удивляет мы очень многих. Здесь под капотом 4,4, полностью переработанный, переделанный. Это не тот 4,4, который многие люди ошибочно воспринимают там еще со времен какой-нибудь BMW F01, где там 407 сил. Это совершенно другая история. Здесь в этом моторе действительно усилена шатунно-поршневая группа, и, конечно, это уже совершенно другая история. В данном случае на автомобиле сделан Stage 2. Здесь установлена впускная система Эвентури карбоновая. Здесь установлен доумпайпы без катализаторов, катбэк каприста. Здесь сделана настройка мотора и двигателя от нашей ателье Seven Force. Вот, как итог, на данный момент, при Stage 2 эта машина едет от 0 до 100 с пробуксовкой достаточно приличной еще за 2,7 секунды. И 100-200 машина едет 5,3. Стоит отметить также, что в этой машине установлена система впрыска водометанова. Вот, ну и, в общем, на нее возлагаем достаточно большие надежды. В выступлении на Anlim 500, я думаю, что этот седан действительно доставит очень много хлопот всяким суперкарам. Да, если вы помните, то прошлый Anlim у нас получился очень интересным. Стоковый класс полноприводных автомобилей. За первенство боролись Porsche 911 Turbo S с M5. То есть теперь Stage 2 будет захламлен, по-другому не скажешь, огромным количеством уже устоявшихся. Да, RS6, которые в том числе и победили в прошлом году. Также теперь появляется M5. Их дорабатывают. Очень серьезный конкурент. Более того, один из претендентов на победу. Очень интересно будет, конечно же, чем ответит Audi, когда выпустят свою новую RS6. В козове C8. Но пока на данный момент M5 является, безусловно, наверное, даже лидером. То есть те времена, которые этот автомобиль способен показать при уровне доработки Stage 2, он пока не доступен ни Mercedes, ни Audi. Ну, современные технологии. И как мы уже видели, что этот автомобиль в состоянии при Stage 2 на стоковых турбинах выходить из 10 секунд на квотере. Да, 100-200, я как понимаю, вы еще не достигли предела. 5,3 секунды. Это быстрее, чем Porsche 911 GT2 RS. Просто полутрековый корч. Ну, причем замеры были с полностью салоном в сборе. То есть ничего не облегчалось, не вынималось. То есть как бы перспектива у машины в полностью боевом режиме либо на 5 ровно, либо на выход из 5 секунд. Можно я на них прокачусь? Я думаю, что без проблем. По кайфу. Итак, мы находимся в М5, Competition Stage 2. По цифрам этот автомобиль ускоряется до 100, как Bugatti Veyron, а со 100 до 200. Ну, быстрее, например, Porsche 911 GT2 RS. Проверим, каково оно на практике. Так, никого нет. Ой, чуть рассечку перся. Так. Неплохо, неплохо. Еще раз хочу. Так, теперь попробуем сходу. Третья передача, 85. Окей, ладно, все. Профлищи так могут. В общем, первое ощущение. Переработан, конечно, блок управления двигателем. Вот этой задержки почти что нет, как есть в стоковом М5. Если вы смотрели мой тест-драйв. Динамика, конечно, сумасшедшая. Мы сейчас сидим втроем в автомобиле, то есть очень много лишнего веса, но при этом она прям прет. Но надо сказать, что абсолютно обычный семейный седан. Вот я сейчас спорт режим убрал. Выхлоп закрылся, можно ехать. Комфортная машина. Но когда надо, нажимаем два раза, включаем М-режим, понижаем передачу и газуем. Саундтрек, конечно, совсем другой. Выхлоп намного громче. Я бы не сказал, что он очень мелодичный. Но вот. Такие громкое бульканье. Намного ярче слышен свист турбин, естественно. В чем ребята молодцы, то что они задор BMW M-модели не убрали. Кстати, мы на тест-драйве катались на обычной версии. Это competition. Сейчас я вам как раз затяжной поворот. Посмотрим в повороте, что она. Естественно, она сильно тяжелая. Далеко сел чуть-чуть. У подвески ход поменьше, сразу чувствуется. Это вот буквально первый поворот. Я на ней прошел за рулем. Естественно, ей хочется оборотов на верхах, потому что на низах она не идеально ускоряется. Подводя итог этого маленькой проездочки, я вам так скажу. Competition от обычной M5 отличается. Здесь подвеска пожестче. Я бы не сказал, что она прям дискомфортно жесткая, но машина по собране. Ну, что же касается Stage 2, я думаю, мое лицо скажет больше, чем мои слова. Вторая передача. 70 км в час. Попкорн сзади. Газ в пол. Не буду говорить, какая скорость была, но по переключениям, я думаю, вы догадались. Интересно, что это при этом, при всем, абсолютно обычный седан, бизнес-седан. И все время на ней хочется шишковать, чуть-чуть нарушать, когда в М-режиме. Надо держать себя в руках, а то сейчас за штрафы не расплачусь. Так, ладно. Теперь в комфорт переходим. Вот все, настало тихо, можно спокойно ехать. Вот такая вот M5 Competition. Так, M5 попробовали, теперь это RS6, в которой 1050 сил. Все познается в сравнении. Этот автомобиль едет 100-200 за 4,3 секунды. Это как 1000-сильный GTR. Пробуем. С места. Нас 4 человека в машине. Нормально. Опа-пау! Так, камера. Мы не нарушаем. Так, ну сумасшедшись, конечно, когда раздуваются турбины, ускорение просто. Намного больше посторонних звуков. Так, еще раз хочу. Давайте сходу попробуем. Ну, если честно, по сравнению с M5, здесь ощущения немножко другие, потому что здесь шумки больше по ощущению. Но слышно впуск очень сильно. Но выжимает, конечно, очень серьезно. Так, попробуем, ездит ли Audi в повороте, поворачивать ли она. Сумасшествиями заниматься не будем, но все же. И она, естественно, едет наружу. Ай-тэ, ну давай, вкручивайся. Нет, все скрипит. Так, еще одно ускорение. Единственная новость появилась. Оказывается, мы ехали на лоу-бусте. Посмотрим еще раз, какой лоу-буст здесь. До свидания. О-о-о-о-о. Так, ну, это была детская прошивочка, как оказывается. Сейчас мы поставим средний режим. Мне только что добавили 100 сил, сверху навалили. Посмотрим, как едет. Вот 950. Со второй передачи ходом. О-о-о-о. О-о-о-о. Так, все, хочу полный буст. Перед тем, как прокатиться на полном бусте, мы решили ланчануть на 950 силах. Чего, пробуем. У меня щеки чуть-чуть назад прижали. Так, ладно, все. И, конечно, она поплыла наружу сразу. Вот и резкие. Но машина для ускорения по прямой идеальная просто. Прижимает знатно. Прямо только что катались на М5, стейдж 2. Понятно, что та послабее машина. Но в целом, по ощущениям, в РС-ке даже ускоряться как-то поспокойнее. То есть сама машина, она более взрослая, что ли. М5, она более хулиганистая. И ты вроде бы даже ускоряешься медленнее, но ощущения совсем другие. Итак, нам включили 1050 сил. Ланчуем. За счет пневмы она как будто садится на заднюю ось. Ты будто бы на взлете. Сумасшедшая, конечно, машина. Вроде и то, и то бизнес-седан. Здесь вот ты как будто реально на самолете. И тебя прижимает вниз-назад куда-то. Машина приподнимает нос, будто бы это катер. И тебя втягивает вперед в дорогу. Звуки, свисты везде. Реально, самолет. Самолет-отвага. Покатались, но мы возвращаемся опять в Seven Force. Здесь машина немножко отличается от наших обычных, скажем так, гостей выпусков. Это всего лишь Audi 4, точнее S4. Но мы не просто так ее поставили в кадр и решили рассказать про нее. Не всегда тюнинг-проект означает 25 миллионов за ламборгини и там еще 100 тысяч долларов за турбокит. Правильно? Что еще можно сделать? Я думаю, этот автомобиль здесь, да, это мой автомобиль 2011 года, на котором я, по сути, начал свои выступления на официальных стартах. Ты правильно, Артем, заметил, что Unlim и прочие мероприятия, которые сейчас благодаря SMP Racing, RDRC и DragTimes, спасибо вам огромное, начинают набирать большую популярность и дают возможность ребятам, которые кайфуют, так же, как и мы, от мощных, быстрых автомобилей, принимать участие в правильных, официальных, безопасных, организованных стартах. Поэтому это автомобиль Audi S4 в восьмом кузове дорестайлинговой 2011 года, который сейчас стоит миллион рублей, даже меньше, я думаю. Здесь был реализован Stage 3, достаточно такой лайтовый. Здесь 500 сил, 600 моментов. Автомобиль, если интересно, просто для сравнения, ты любишь сравнивать. Едет 3,6-0-100, 9 секунд 100-200 и 1,4-й он едет 12 секунд ровно. Это не самый быстрый Stage 3, его можно сделать быстрее, потому что здесь не стоит дроссель, здесь не стоят коллектора. Мы автомобиль построили на каждый день, что, к слову, он успешно и делает 120 тысяч пробег, автомобиль реально ездит каждый день. И вообще, как бы, никаких проблем, кроме стандартного регламентного обслуживания у него нет. 3 литра компрессор, все нормально работает. И он построен под класс чемпионата Московской области, класс ФСБ под 12 секунд. Поэтому, что хотелось бы еще сказать, друзья, если у вас действительно там нету 25 миллионов, а их практически ни у кого нету, и даже вот такие автомобили, там, РС-6, новые, М5, которые, безусловно, крутые, это не закрывает вам дорогу к официальным стартам, которых сейчас становится все больше и больше. Все больше и больше. Чемпионат Московской области, различные федеральные соревнования, где автомобили могут кататься, ну, практически любые, любых мощностей и доработок. Поэтому, друзья, если кому интересно, заходите там на официальный сайт, я думаю, там они все есть в описании, и смотрите, принимайте участие. Я думаю, в этом году в Быково трасса будет супер нового уровня, и это будет реально очень масштабный, крутой ивент. Спасибо, спасибо за рекламу, за приятные слова. Это реально от души, я сам, на самом деле, очень жду там 1-2 июня, учитывая, что в прошлом году вы сделали буквально там за несколько недель невозможно, я помню эти фотки, где там трава росла выше нашего роста. Именно так через 3 недели там супер трибуна, в этом году асфальт, насколько я знаю. Асфальт переложим, тьфу-тьфу-тьфу, если никаких форс-мажор не будет, и будут трибуны на 5 тысяч человек, то есть это огромный ивент просто будет. Круто. Так, спасибо большое, да, гоняйте правильно, ребят, а мы переходим к нашему финальному аккорду, к мастодонтам. У нас очередная рокировка на финишной прямой, так сказать, сегодня в гостях у Seven Force два мастодонта. Это Audi 8 и Mercedes, о которой мы расскажем чуть позже. Что это за Audi 8? Расскажи нам, Серега. Вот мы и добрались до моего автомобиля. Audi A8 Long. Машина-удивлялка, да, то есть от этой машины редко кто-то ожидает того, что она может так ехать. Поэтому на различных соревнованиях она обычно получает приз зрительских симпатий, потому что однажды она там, например, обошла Ferrari 488 с места GTB Stage 2, там у нее победы на всякими Bentley последними, которые там по 710 сил и так далее. Что за доработки в машине? Давай по железу расскажи. Она также 4.0 Biturbo, она является, ее мотор, ее коробка являются близкими родственниками автомобиля Aero Series, о которых мы рассказывали чуть раньше. Сука, дятел. Здесь установлены также без катализаторов доумпайпа, перепрограммирован мотор и коробка, установлена система впрыска водометанола, ну и фильтр нулевого сопротивления. Пожалуй, все. В результате какие цифры? В результате мощность ее в районе 750 л.с. и 1100 ньютонов крутящим моментом. 0,102,9, 100-200 с салоном в сборе, пока лучшее 6,2. Думаю, что без салона можно уверенно выезжать и 6. Секунда сравнений, как стоковый Huracan? То есть даже быстрее. Ну, кстати, эта машина заезжала с Huracan Performante, была очень интересная гонка. 0,100 Audi выигрывает, потом с места Performante где-то до 280-300 уходит, и после 300 A8 начинает догонять и жрать Performante. 250 A8 270 A8 280 A8 300 A8 300 A8 303 A8 310 A8 320 A8 320 A8 Ну, короче говоря, конкурентоспособный. Вот такой вот лимузин получился. Неплохо, неплохо. В общем, если увидите на дороге Audi A8, бойтесь, она может быть быстрее Huracan Performante. Audi уже в этом выпуске была, причем не одна. BMW тоже поучаствовала. Естественно, должен быть и Mercedes, чтобы вся немецкая тройка поприсутствовала. Это S-класс, 222-й, судью по внешнему виду, рестайлинг с 4-х литровым битурбо. Ну, вот здесь есть небольшой нюанс. На самом деле, это Dorias 5.5 M157 двигатель. Просто здесь реализован внешний вид под рестайлинг. Фары, бампера, руль рестайлинговый, ну и адаптация всего этого добра. Плюс 200 сил сразу, да? Ну, 200 не 200, не знаю, но выглядит поприятнее. Согласен. А что касается самого автомобиля, он же не стоковый. Он не стоковый. Сейчас проходит ряд доработок по уровню Stage 2. Безусловно, до автомобиля Сережи А8 мы вряд ли дотянемся, потому что Mercedes, в принципе, с этим двигателем моего трансмиссии, чтобы сделать там свыше 750 плюс сил, надо вкладывать огромные деньги и бюджеты. Но это на самом деле не тот автомобиль. Еще с ешками можно побаловаться. Со склассом и смысла нет. Поэтому здесь мы сделаем Stage 2. Здесь уже стоят спортивные катализаторы. Фильтра нулевого сопротивления. И сейчас мы выкатываем, дорабатываем прошивку. Поэтому планируем получить порядка 720-750 сил. Выход 0,100 из 4. 100-200, ну, посмотрим, 8-9 секунд. И покатаемся тоже на этом автомобиле. Порадуем болельщиков и зрителей такими интересными, как Сережа сказал, удивляющими автомобилями. Да. То есть это до RESTYLE 5,5. В принципе, показатели очень даже неплохие. Будем надеяться, что... Этот автомобиль, он для других задач. Но мы фанатики даже такой автомобиль будем пускать на соревнования. Обусловлено, плюс это было тем, что мы с недавнего времени оказываем полный спектр услуг по тюнингу и по обслуживанию автомобилей Мерседеса. В том числе и это стало причиной того, чтобы сделать вот такой, пусть не супер громкий проект, но тем не менее. Немного рекламный, да, такой? Легкий стейдж 2, но не только же СМП. Сам понимаешь. Стейдж 2 на каждый день с красивым, интересным звуком. Посмотрим, что из этого получится и какие результаты он покажет на официальных стартах. То есть вся немецкая тройка у нас сегодня побывала в гостях? Безусловно, мы старались. Да, спасибо большое, Кирилл. А, стоп, стоп, стоп. У нас еще конкурс. Совсем забыли, у нас же в каждом выпуске конкурс. Победитель конкурса получает 4 билета на Unlim. И мы лично его прокатим на одном из автомобилей участников. Если ребята будут не против, быть может, это будет один из этих автомобилей. Ребят, какой конкурс вы подготовили? Конкурс мы придумали достаточно интересный, динамичный. Вот М5 F90 Competition. Вопрос простой. Какой результат покажет этот автомобиль в дисциплине 0,300? Я думаю, это будет очень интересно. Да, неплохо. В общем, пишите, сколько, по вашему мнению, занимает разгон от 0 до 300? В секундах, естественно. Тот, кто первый ответит в комментариях под этим видео, будет победителем. Мы на этом заканчиваем сегодняшний выпуск «Дороги на Unlim». С вами был Артемий Ем, Дрэг Таймс. А в гостях мы были у Seven Force. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. Спасибо большое. До встречи. До встречи.